Агрокомбинат «Паудневый» первый в программе рабочей поездки. Предприемство является одним из лидеров в регионе по вытворчасти мяса. За минулый год тут достигнули показчику у Амаль 6 тысяч тонн. До того, что не смотря на летнюю засуху, отримали недрены урожай колоссовых культур – 14,5 тысяч тонн. Достигнуты успехи и унижение вытворчих затрат. В этой теме, до речи, особливая увага у дельников выездного посадения. Первая часть – это затраты приобретенные, то есть со стороны, и вторая часть – это затраты, которые непосредственно здесь у нас в хозяйстве образовались. Так вот, те затраты, которые мы со стороны, они составляют 67%. И около, получается, 30% – это наши затраты. Повлиять на стоимость затрат, которые со стороны мы никак не можем, только единственный у нас процесс – это рационально их использовать и уменьшать их расход на единицу продукции, а также увеличивать производство продукции. Поляпшение якости молока, повеличение объема вытворчасти мяса, а так само экономия палева и электроэнергии. Миновита гэты и три складающие – залог поспехового развития сельско-господаршего предприемства Андреевка, Будо-Кошелевского района. По коль тут отзнашаются пыльные финансовые проблемы, а пошние два годы завершены зубытками. Однако керавництво выполнено, что перспективы есть и не адренные. Значная ставка робится на гэты год. А вот у товариства, замежаванной отказностью «Ваховяк плюс» справы добрые уже зараз. Протприемство, якое займается перепрацовкой мяса буйной рогатой живёлы и свиней, иснуевся гопаутары годы. Укласти сродки в беларускую экономику вырышил польский бизнесмен, який полечил наш регион выгодным местом для инвестиций. Зараз средняя вырушка на одного працовника у «Ваховяк плюс» больше, как 520 миллионов рублей, а средняя заработная плата – 12 миллионов. В плане на будущее нам нужно теперь построить еще бойный цех куричек, тоже, чтобы работало примерно 40 тысяч в 8 часов. И нам нужно теперь думать занять тоже тем, чтобы выращивать у нас быки и курички тоже. Как я уже говорил с губернатором, что мы бы хотели земли. Чтобы можно выращивать, нужна нам земля. Выники выездного посяжения были подведены на пленарном посяжении у Будокошелёвским райвы-конками. По словам старшины Совета Республики Михаила Мясниковича, головное, на что повинны звернуть свою увагу представники улады, это створение рабочих местов и сприяльных умов для притягнения за межных инвестиций. Необходно затекавить потенциальных инвесторов, как супрационистство стало взаимовыгодным для всех боков. А кроме этого, нужно повеличивать конкурентоздольность нашей продукции и активно освоивать новые рынки. Например, вот сейчас мы послушали информацию Рогачёвского молочного объединения. Это хорошо, что уже они вышли и на рынки Турции, Ирана, и достаточно успешно и рентабельно продают свою продукцию. Потому что топтаться только на белорусском и российском рынке – это не есть хорошо. Поэтому мы должны уметь продавать и в дальние зарубежья, в страны дальней дуги. Работе сельских советов Гомельского и Будокошелёвского районов Михаил Мясникович дал высокую оценку. Навод прогучала думка об необходности выкористания становшего опыта по добропорадкованию и работе с насельництвом на инших территориях краины. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадио-компания «Гомель».